Знаменитый фестиваль звезды мирового балета проходит в Донецке на протяжении уже 20 лет. Главная стратегия фестиваля – приглашение ведущих мастеров хореографии звезд мирового балета в столицу Донбасса. За годы существования фестиваля на сцене театра выступили более 400 выдающихся мастеров балета из 30 стран мира. Знаменитый фестиваль Фестиваль, в котором приняли участие воспитанники школы хореографического мастерства Вадима Писарева. Мне удалось побывать на одной из репетиций и посмотреть, как готовятся к выступлению юные артистки. Мы сейчас готовимся к фестивалю звезды мирового балета. Мы танцуем номер «Утро в городе Рос». Учить его очень сложно. Он идет 18 минут. Мы на сцене иногда репетируем. Это завораживает. Почему он сложен? Во-первых, потому что его трудно запомнить. И еще надо голову обязательно поворачивать. Если ты не повернул голову, то это уже не так. И все должны делать синхронно. Первый круг, второй и третий. Там есть разные элементы. Дети 9-10 лет, те, которые основная масса, по технике. Мы не можем сравнивать с классическими определенными. Но здесь сложность в синхроне главная. Но также у нас есть последний ряд дети самые взрослые. Они стоят за балетным станком в пачках и исполняют полностью классические элементы. То есть там самое сложное. Ну, в принципе, номер сложен по-своему. Во-первых, это ОМ-2 номер. Один мы восстанавливаем, который в последние годы войны не был показан. Это осень времена года Антонио Вивальди. И второй номер – это балет города Рос, который был поставлен в 2013 году на 20-й юбилейный фестиваль «Звезды миров балета» японским хореографом Токане. Был номер поставлен в кратчайшие сроки, буквально за 3-4 дня. И как бы представлен на 20-м юбилейном фестивале. Год мы его не показывали. Театральный сезон – 2014-2015 год, так как в школе детей было очень мало. Сейчас мы его постепенно восстанавливаем, так как изначально номер был поставлен на 43 учащихся. То есть номер массовый. И мы выходим на эту цифру количество детей. Постепенно выходим. Этот номер я танцую уже 3 года. Это история о девочке, которая мечтала танцевать, но она была инвалидом. И она представляет себе, как она будет танцевать. Вокруг нее сидят маленькие лебеди, которые танцуют. Она все жесты, все переживания, она показывает все руками. И история заканчивается тем, что девочка выздоровела, встала и стала танцевать. Основная масса сидит на сцене и как бы исполняет движение ног руками. Да, то есть у них руки, как бы ноги в пуантах. И постепенно они встают и уже танцуют на ногах вместе с этой девочкой, которая встала и пошла танцевать. Для юных артистов фестиваль «Звезды мирового балета» — это самое ответственное событие. Очень волнительно, потому что ты боишься, скажем так, напортачить. Потому что на тебя смотрят куча людей. И просто очень страшно. Когда мы участвуем в фестивале, это очень волнующие моменты, что ты будешь выступать со звездами мирового балета на одном уровне. Ты готовишься, мы идем в гримерку, красимся. Это так классно. Для нас это уже традиция, уже десятилетия, можно так сказать, участвовать в фестивале. И опять же это на сцене со звездами мирового балета и для детей, и для их родителей, бабушек, дедушек. Это сразу события. Все идут с семьями и смотрят на своих детей, на звезд. Это как бы значимо, в принципе, как и для города события — увидеть звезд, что-то новое. Основная задача этого балетного форума не только показать выступления именитых артистов, но и зажечь новые звезды на балетном небосклоне. Язык танца понятен всем, на нем рассказывают о том, как важно жить в мире любви, согласии всем странам и всем народам.